А на Ставрополе прошла благотворительная акция «Большие сердца сотрудников Росреестра». В ней приняли участие коллективы службы управления Росреестра по СКФО, в том числе и представители Карачаева-Черкесии. Акция направлена на размещение в детском санатории Кавминводы, лечение летнего отдыха детей из Белгородской области и Донецкой Народной Республики. Подробности у наших коллег из Ставропольского края. На Ставрополе прошла мультирегиональная акция «Большие сердца Росреестра». В Железноводск, в детский санаторий имени Надежды Крупской приехали дети из особо пострадавших от обстрелов районов Белгородской области и Донецкой Народной Республики. Лечение и отдых ребятам здесь организовали управление Росреестра по Северокавказскому федеральному округу 16 трудовыми коллективами управлений и филиалов, входящих в состав СКФО. А также с участием филиала ППК «Роскадастр» Северокавказское аэрогеодезическое предприятие. Мы совместно с нашими теруправлениями, проводя данную акцию, преследовали только одно, чтобы наши дети, которые приехали к нам сюда, увидели и поняли, что о них заботятся и хотят, чтобы их детство было, как и у всех других детей в нашей большой России, спокойное, веселое и радостное. С начала СВО, коллективом управления Росреестра по Северокавказскому краю ППК «Роскадастр» было принято решение на постоянной основе оказывать содействие и бойцам, и жителям тех регионов, которые прифронтовые. Поэтому ежемесячно мы стараемся помогать так или иначе. За весь период, который прошел, Управление Росреестра поучаствовало в акциях. Если в денежном выражении, то на 3,5 миллиона рублей мы собрали денежных средств и помогали и бойцам, и людям, которые там проживают. Детский санаторий имени Надежды Крупской – одна из старейших здравниц Кавминвод, которая открылась 95 лет назад. Во время Великой Отечественной войны здесь размещали детей из западных регионов страны. Перед самым приходом фашистов одна из медсестер совершила настоящий подвиг – укрыла в тылу детей, которых не успели забрать родители. В разные годы санаторий принимал и продолжает принимать ребят, привезенных из горячих точек страны, зоны катастроф, военных действий. Сейчас здесь периодически проходят реабилитацию детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня мы в составе Северокавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России под руководством УКС Николаевича Террокопова являемся той здравницей, у которой современное лечебно-диагностическое отделение достаточно высокого уровня. Поэтому детям, конечно, на протяжении их пребывания будет проводиться комплексное курортное лечение, прием минеральных ванн, лечебных грязей, то есть полный аспект всех природных факторов, которым обладает Железноводск. И, конечно, преформированные факторы – это различная физиотерапия, потом у нас очень большая база гидропатии, потом ингалитторий и много-много специализированных методов. В санатории дети смогут не только подлечиться, но и как следует отдохнуть. В их программе предусмотрели развлечения, спортивные и образовательные мероприятия. Сотрудники управления Росреестра по Карачаево-Черкесской республике и филиала ППК «Роскадастр» пригласили ребят на экскурсию в горы, а сотрудники ведомств из Северной Осетии посмотреть красоты их республики. Сегодня мы принимаем участие на организованное управлением Росреестра по Северокавказскому федеральному округу акции. И хотели бы внести небольшую свою лепту. Будем ждать в нашем курортном уголке, в Архизе, наших деток. А им хочу пожелать мира, добра, счастья, любви и удачи в жизни. Сегодня настолько печальные глазки, они пытаются улыбаться, но хочется, чтобы их глаза действительно сияли счастьем. Пусть дети будут здоровы, пусть дети будут счастливы. Дети – это наше будущее. На сегодняшний день, вот смотришь на их лица, конечно, они грустные, хмурые. Понятно, что для детей это слишком тяжелая ноша, но я думаю, что время пройдет и все будет замечательно, все будет хорошо. И они вернутся к настоящему хорошему, красивому детству. По телемосту сотрудники Управления Росреестра по Белгородской области и Донецкой Народной Республике пожелали ребятам весело и с пользой провести время, найти друзей, набраться сил и энергии. Вражаю огромную благодарность нашим коллегам из Северокавказского федерального округа за приглашение детей на отдых. Успехов вам, дорогие дети. Встречайте каждый день с улыбкой и верой в свой успех. Сегодня важно организовать детям насыщенный положительными эмоциями отдых, чтобы они забыли перенесенные ужасы. Взрослые рассчитывают, что эти дни, проведенные на Кавказских минеральных водах, оставят в памяти у ребят новые яркие впечатления.